здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию мушку которая конкретно работает по мелкой рыбе такая как у клейка густера красноперка плотва вязать мы ее будем с вами на форме крючка вот такой хоппер крючок я взял номер 20 советую вам начинать вязать как вы видите величина и и советую вам вязать на крючках 16 номера потому что процессе изготовления на более мелких крючках нужны определенные материалы и навыки нить берем самую тонкую какая только мы можем для себя подобрать я как обычно беру слегка нанесу капельку клея потому что нитка у меня очень скользкая и желательно ее сразу закрепить хорошо на цевье материалы мы с вами будем изготавливать те которые практически у нас есть в наличии те которые необходимыми заменить мы с вами рассмотрим принцип этой мушки основан на изготовлении нимфы знаменитой red tag мокрый вариант но учитывая то что у нас несколько будет другая рыбалка она сама по себе эта мушка будет выступать в роли как эмиджера конструктивно поэтому в качестве хвостика я беру вот обыкновенная вот такая есть пряжа шерстяная беру совсем-совсем немножечко ровно столько сколько мне необходимо для того чтобы изготовить хвостик можно использовать по всей длине для того чтобы не было скомканности закрепили и стараемся плотненько виток к витку прихватить нашу пряжу так как от этого будет зависеть вся красота нашего тела и как вы видите я совсем немножко не доматываю не дохожу то есть до начала загиба и обрезаю хвостик сразу вровень с загибом вот так приблизительно такой величины хвостика будет нам вполне достаточно особенность этой мушки застоит в том что наш хвостик будет намокать и сразу наша нимфа будет погружаться становиться хвостиком вниз как поплавочек в качестве тела я буду использовать вот такой материал как вы видите это перо павлина я его почистил от бородок и с вами также его закрепим здесь вот как вы видите вот этот коготочек которые мы используем я его здесь подхватываю и этим пером мы будем выполнять тело чем можно заменить мы с вами изготавливаем мушки остаются вот у нас вот такие ось наших перьев точно также можно из этой ости изготовить нимфу мушку все что угодно тело можно также если вы подберете допустим соответствующей толщины вот силиконовая такие всевозможные резиночки тоже пойдет на изготовление тела нанесем буквально немножечко опять клея и виток к витку плотненько стараемся промотать оставшийся материал приблизительно не доходим буквально 2-3 миллиметра до формирования нашего ёршика здесь делаем парочку узелков для того чтобы наша нитка никуда не убежала опять нанесем немножко клея так как проволоку все остальное мы не будем использовать для изготовления и армирования и теперь аккуратно аккуратно виточек к виточку стараемся уложить наше перышко доходим до места крепления нашей нитки закрепим окончательно материал остатки удаляем теперь самый основной такой момент для того чтобы придать какую-то привлекательность нашей нимф очки я беру вот у меня имеется где пошире где более качественное где менее качественное перо я беру просто вот даже с обломков которые берешь с упаковки подбирают для себя так чтобы у меня было ну не сильно пышная но достаточно по величине мои бородки мы с вами изготовим небольшую такую имитацию грудки закрепим здесь наше перо и теперь самое основное должны с вами приблизительно вот два три миллиметра сколько у нас выйдет как оставили оставил я нить вот видно на отражение здесь мы с вами будем крепить перо для ёршика поэтому выполним обмотку нашим пером ровно ну сколько у нас здесь выйдет оборотов обязательно должны обозначить грудку вот столько будет приблизительно достаточно закрепим материал удалим и подготовим теперь перышко которые будем использовать для ёршика из всего разнообразия перьев которые вот допустим у меня имеется мне только вот с трудом нашлось под крючок номер 20 найти вот такое перо оттенок должен быть или же цвета ближе к брауну может быть такой как кофе с молоком желательно так чтобы цвет соответствовал тем расцветкам насекомых которые допустим у вас обитают ну если нет конечно красное нежелательно выполнили буквально парочку оборотов подхватываем наше перышко и теперь остается только лишь как я уже неоднократно показывал вам сделать пару накидных узелочков отрезать перо изготовить головку нанесли буквально немножечко лака очень осторожно так как ну очень мелкая наша мушка чтобы не повредить перо еще у нас остаются очень много иногда вот такие вот остатки перьев пуховых флуоресцентная можно его использовать в качестве изготовления хвостика но тогда надо будет более аккуратненько проматывать все тело и все как вы видите достаточно простая и в то же время очень уловистая мушка пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч